Как разработать систему машинного обучения для реализации функции автоматической аннотации изображений? Сегодня мы поговорим на данную тематику. Всем здравствуйте, господа! Как у вас настроение? Я в Соле. Отлично, Соле. Прекрасно, ваша сцеленная. Давайте же углубляться в мир дизайна ML-систем. Что такое ML-система? Это определенная система, которая получает импуты и выдает определенные аутпуты. При этом эти аутпуты содержат некоторые probabilities, некоторые predicts, forecast, guess, то есть наши прогнозы, то есть 0,87, что это вот это, 0,32, что это вот это, 0,13, что это вот и так далее. То есть определенные вероятности нам показываются и в соответствии с этими вероятностями уже дальше машинка может принимать какие-либо решения. Итак, а теперь вопрос, что такое автоматическая аннотация изображений? То есть у нас вот автоматическая, автоматическая, то есть самостоятельная аннотация. Это что-то notes, notes, то есть определенные, так скажем, записи, да? А изображения это вот фоточки, картиночки и так далее. Соответственно, автоматическая аннотация изображений, автоматическая аннотация изображений, это предписывание определенных фразочек, определенных слов, определенных тегов, определенных ключевых слов к определенному изображению. Ага, вы наверное уже такие думаете, блин, Егор, это же задача классификации, реально, ёкарный бабай Да, действительно, у нас есть задача машинного обучения, у нас есть кластеризация, классификация, восстановление предиктивной функции по эмпирическим данным и редуцирование размерности пространства И конкретно вот эта вот задачка, она попадает по большей части в задачу классификации, мультиклассовой классификации, то есть допустим Вот пример, пример из жизни, вам показывают фотографию какую-то, либо же вот, вот это вот вам показывают, да Что мы можем из этого объекта, вот это, это input, да, input, что мы из этого объекта можем сказать, то есть какую информацию мы можем retrieval сделать, information retrieval Что из этой, из этой баночки мы можем сказать, как минимум это баночка, да, соответственно форма какой, цилиндрическая, вероятнее всего это дезодорант, плюс у него есть крышечка вот такая вот верхняя Притом она может крутиться, но крутится только если мы видеоматериалы будем смотреть, и что вот так-то оно крутится, да Вот, соответственно, на фотографии мы не точно, не всегда можем сказать, оно крутится или нет, хотя здесь есть значок, что lock, не lock, то есть вот если присмотреться Соответственно, можно сказать, что возможно оно крутится с некоторой вероятностью, то есть 0,32, что возможно оно крутится, вот эта вот верхняя часть, потому что здесь lock, то есть наш дорогой замочек Плюс также здесь есть надписи, здесь есть определенные цветовые характеристики по RGB схеме, вероятнее всего 0, 0, 0, плюс также мы видим Raycasting, Raytracing, Raymarking, что здесь у нас имеется отражение, то есть трассировка лучей подключается, то есть определенные отражающие reflection function у нас имеются, плюс также у нас имеются текстовые данные, плюс они написаны, вероятнее всего, разными шрифтами, хотя это нужно еще уточнить, и плюс тут надписи deodorant, вероятнее всего, это desodorant. Ага, соответственно, определенной марки, и плюс с определенным логотипом и так далее, то есть это у нас имеется, об этом можно сказать, посмотрев на эту упаковочку. Соответственно, допустим, вот что такое автоматическая аннотация изображений? Вы вот ВКонтакте сидели когда-то? Я думаю, что да, если вы смотрите это видео или же в каких-либо социальных сетях, где можно отметить человека, то есть выделить определенную область на экране вот таким вот образом, допустим, выделить вот так вот и сказать, что это определенная компания, да, вот так вот выделили и сказали, что определенная компания. При этом хорошо бы выделить так, чтобы оно не просто вот так вот все выделяло, да, потому что все это будет дезодорант, да. А вот если вы конкретную область выделите, то можете сказать, что это, да, действительно определенная компания, выпускающая дезодоранты или какую-либо другую продукцию, парфюмерию и так далее. Соответственно, если я здесь выделю вот таким вот образом примерно вот эту вот область, в некотором роде, естественно, там кривенько получилось, но примерно, да, то я могу сказать, что это розетка. При этом в ней внутри уже воткнуто два определенных, две вилочки, да, определенные такие у нашего провода и так далее. То есть мы сделали, есть outlet определенный, то есть наша дорогая розеточка и есть определенные вот эти вот forks, которые вставлены внутрь и так далее. Также, если мы выделим вот эту вот часть, то есть нарисуем какую-либо, то есть вот так, так, как изображить, то есть вот это вот мы выделим, то мы с некоторой вероятностью можем сказать, что это у нас определенный шкафчик, либо же drawer, либо же cash shelves, либо же определенная cupboard, хотя это не cupboard, cupboard было бы, если бы это на кухне было бы или так далее. Да, соответственно, это определенное, определенное вместилище, куда можно что-либо положить. Ящички, да, то есть это большой такой ящик с открывашечкой такой, при том мы можем сказать, что она открывается в горизонтальной плоскости, а вот эти вот они открываются по плоскости Z, можно сказать, когда мы вперед-назад, да, делаем, потому что можно открывать еще вот вверх-вниз, да, соответственно, можно вбок, можно вот так вот выдвигать, да, соответственно, мы поэтому можем сказать, что если ручка здесь, то вероятность всего она открывается здесь, а вот этим мы можем сказать, что открытие будет вот такое. Соответственно, это как раз таки наше жизненное описание, которое мы даем каким-либо изображениям. Это наше, то есть это не автоматическое, когда мы сами выделяем области, говорим, что это вот так. Соответственно, автоматическая аннотация изображений — это когда мы автоматически научили компьютер это делать. То есть он такой, мы показываем вот таким вот образом, что-то появляется на экране вот таким вот образом, И он такой, вот появляется и сразу выделяется там каким-нибудь зеленым цветом, зеленый прямоугольничек, и говорится, что это очки с вероятностью 93%, с вероятностью 91% это 3D очки, да, или же с вероятностью 87% это у нас 3D очки, то есть определенная вероятность, что у нас какой-то объект имеется, это confidence, его так называют, параметр confidence, уверенность, если переводить с английского, соответственно, у нас такие параметры имеются. Плюс, также у нас, мы можем большое количество объектов рассматривать, можем только 2, тогда это будет бинарная классификация, либо же бинарная автоматическая, бинарная автоматическая бинарная аннотация изображений, хотя это просто придумное мною слово сейчас, но в некотором роде вы поняли, бинарная, то есть 2 класса, что это то или не то, машинки мы смотрим, либо же корабли, корабли или машинки, то есть у нас есть, допустим, фотография доков каких-либо, либо какой-либо области порт, да, и сверху, вид сверху, топ-даун view у нас такой, и мы смотрим на то, что у нас там находится, и мы можем сказать, что это у нас машинка, это какой, а это у нас корабль, да, то есть по форме. Корабль ведь, вы сверху отличите, вот вид сверху представьте, да, вы сможете сверху, если с камеры там дрон какой-то снимал, вы можете сказать, что это у нас корабль, а это у нас определенный автомобиль, там, кстати, какой-то трактор у меня ездит сейчас рядом с домом. Окей, соответственно, у нас есть определенные, да, он убирает что-то, окей, сейчас. Я просто предпочитаю, когда в тишине запись видеоролика идет, ну, точнее, в посторонних звуков особо не добавляется, хотя вам особо не слышно, мне это кажется. Окей, соответственно, это наши дорогие, наши дорогие виды, виды, то есть вид сверху, вид сбоку, вид спереди и так далее, которые, через которые мы можем смотреть. Плюс также может быть это в формате видео, то есть видео идет, и мы детектируем какие-либо элементы, но видео, по сути, это фотографии, которые просто постепенно смещаются, там, естественно, алгоритмы чуточку другие и так далее. Окей, соответственно, у нас что нужно иметь в виду, когда мы говорим про автоматическую аннотацию изображений? У нас имеется определенное изображение, определенное изображение, которое имеет свой вес, то есть определенный объем изображения, то есть в килобайтах там и так далее, плюс также у нас есть определенный формат, естественно, и плюс также есть определенные ratios, то есть наши дорогие 16 на 9 там и так далее, то есть 4 на 3 и все в этом роде. Также у нас имеются определенные размеры с точки зрения определенного количества пикселей, 1600 на 900, 1920 на 1080, либо же, когда у нас ratio равняется 1 к 1, то есть квадратная такая вещичка, то там может быть 400 на 400 изображения и так далее, то есть в зависимости от того, что вы выбираете. Это может применяться, кстати, в аэрофотосъемке, тоже когда там у нас летит какой-либо самолет, им тоже фотографируют, что у нас имеется на площадке. У нас была аэрофотосъемка в университете, когда я учился еще в 2015-2019 году, где-то в 2017 или 2018 мы это проходили. Окей, соответственно, у нас могут получаться изображения и по этим изображениям мы должны как-то это детектировать. Как это будет делаться? Теперь вот вопрос больше такой технический. То есть что такое изображение? Изображение, вот вам вопрос. Что такое изображение с точки зрения математики? Это определенные циферки. Это определенные циферки, то есть набор циферок, определенный вектор, можно так сказать, определенная матрица и так далее, определенный тензор, либо же что-либо другое, что вы можете описать определенными циферками. То есть здесь у нас есть пиксели, пиксели имеют определенную цветовую характеристику, описываемую с помощью определенных моделей, либо же RGB, RGB, HSL, HCL, HSV, HSB, CMY, CMYK, модели цвета, то есть у нас имеются, с помощью них мы можем что-либо описать, плюс также мы можем описывать с помощью черно-белых каких-либо вещей, то есть от 0 до 255 и так далее. Вот это по RGB будет 200... это будет 0, 0, 0, то есть черный цвет это 0, 0, 0, тут конечно чуточку серее, он конечно... но окей, 0, 0, 0 это черный цвет, 255, 255, 255 это белый цвет, 255, 0, 0 это красный цвет, 0, 0, 2, 5, 5 это у нас blue, то есть наш дорогой синий цвет, плюс также 0, 2, 5, 5, 0 это у нас green, то есть зеленый цвет, 255, 2, 5, 5, 0 это у нас... Так, это у нас красный плюс зеленый, это у нас желтый цвет, плюс также 255, 0, 255, это фиолетовый цвет, 0, 255, 255, это у нас циановый цвет. Соответственно, у нас такие вещи есть, и 128, 128, 128, это у нас серый цвет. Если мы хотим добавить какой-либо прозрачности и непрозрачности, используем RGBA схемы. Окей, соответственно, это у нас цветовые характеристики, то есть, по сути, изображения, это определенные цветовые характеристики, которые располагаются вот так вот у нас в пространстве. Давайте же разберем определенное изображение, которое будет содержать только черные и белые точки. То есть, только черный, черный пиксель и белый пиксель. Чисто черный, 255, 255, 255, ой, чисто черный, 0, 0, 0 и чисто белый, 255, 255, 255. За чисто белый мы обозначим, это будет единичка, за черный мы обозначим нолик. То есть, 1 это будет белый цвет, 0 это будет наш дорогой черный цвет. Представим, что у нас изображение в 4 пикселя. То есть, раз, два, три, четыре. То есть, четыре пикселя вот таких вот у нас здесь имеются, да? Вот. Раз, два, три, четыре. Представляем, ребят, я думаю, что это легко. Соответственно, представим, что здесь имеется 0, 0, 0, 1, да? Соответственно, мы можем некоторым образом сказать, что там, где находится единичка, там черный цвет. Ой, ой, там, где находится единичка, там белый цвет. То есть, у нас, мы можем сказать, что по изображению у нас есть три белых цвета и один черный. Ага. А, так, нет, 3 черных и 1 белый, 0, 0, 0, 0, 0, 1, да, соответственно, у нас такая вот система, 3 черных и 1 белый, да, соответственно, если у нас будут иметься, что 0, 1, 0, 1, то есть диагональ, то мы можем сказать, что диагональ у нас содержит белый цвет, то есть диагональ белого цвета вот такая вот имеется, плюс также может быть диагональ черного белого, ну хотя там и так черный, Ну, в общем, вы поняли, что мы можем благодаря определенным параметрам, определенным рисункам сказать, что у нас нарисовано. То есть чисто 0, 1, 0, 1. То есть у нас имеется нолик, единичка, нолик, единичка. Нолик это у нас черный цвет, белый это у нас единичка. Нолик это у нас черный цвет, единичка это белый цвет. Ага, соответственно, мы можем так сделать. Теперь расширяем наше изображение. Делаем его, допустим, 3 на 3. То есть 9. 9 у нас будет. Тут у нас уже кубик Рубика такой получается, одна сторона кубика Рубика. Потом мы можем увеличить до 16 на 16. Потом 200 на 200. И, соответственно, тут мы уже можем смотреть, ага, какие закономерности имеются, где больше объектов находится, где больше черных точек, где больше белых точек. Соответственно, тоже мы можем выделить и сказать, ага, это находится здесь. Теперь чуточку еще дополняем нашу задачу. Почему я говорю дополняем, а не усложняем, потому что усложнение обычно такая коннотация содержится, что ой, сложно и так далее. А дополняем, то есть, аугментируем, окей. Да, то есть, дополняем. То есть, что-то будет дополнено. Давайте сделаем еще дополнительное условие, что у нас теперь не только черный-белый цвет, а у нас наборы черных оттенков и белых оттенков. То есть, у нас от 0 до 255 будут конкретно оттенки от белого, точнее, от черного до чисто белого. То есть, нолик это черный, 255 это у нас чисто белый. Соответственно, вот, допустим, 128, 128 это будет такой средненький серый. Соответственно, если у нас будет, допустим, 70, 70 это будет такой темно-серый. И если будет у нас 210, допустим, это будет уже ближе к белому. Ближе к белому, но еще серенькое немного. Окей, соответственно, у нас есть такие вот параметры. Мы, в принципе, вас проинструктировали, что у нас имеется. Соответственно, теперь мы можем по этим параметрам, некоторым родам определять, где у нас границы находятся у объектов, где у нас находятся схожие объекты, то есть здесь уже задача кластеризации может появиться. То есть вот представьте изображение, у нас... То есть в одной области у нас чисто нолики, потом резкий переход, резкий переход с нолика на 127, например, то есть резкий переход с нолика на 127, это означает, что резкий перепад контрастности, Не резкий перепад контрастности, это будет 0, 4, 8, потом 12 и так далее То есть не резкий перепад контрастности 0, 0, 4, 8, 12, 16, 20 При этом мы можем пронаблюдать определенную зависимость, что оно на 4 каждый раз увеличивается То есть это мы можем пронаблюдать А когда у нас резкий переход с 0 до 127, то мы можем сказать Ага, здесь у нас граница, здесь какой-то объект Здесь какой-то объект уже и другой объект начинается То есть уже понимаете логику То есть если мы даже будем изображать, что чисто белый цвет Это будут у нас, например, то есть это мы уже можем теплокарты такие рассматривать Что чем теплее у нас, тем у нас будет ближе к 255 Чем темнее будет, тем у нас будет, чем темнее картинка, тем холоднее, допустим То есть тепло будет обозначаться за 255, а холод будет обозначаться за 0 за нолик, и, соответственно, по этой теплоте мы можем определить, это металлический предмет или же нет, соответственно, вот такая вот вещь уже мы можем сделать, то есть это применение мы уже находим этой технологии, и теперь, дамы и господа, у нас, вот мы рассматривали все с черными оттенками, с серыми оттенками, оттенками серого, а теперь посмотрим, что если у нас будут оттенки разных цветов, то есть красный, зеленый, синий, то есть красный, зеленый, синий мы уже имеем, и мы можем отличить точно таким же образом определенную зону, что у нас перепад контрастности на определенных местах, перепад определенных цветовых характеристик на определенных местах, а в каком-то моменте у нас определенный кластер образовался, соответственно, если у нас перепад произошел, то значит, это уже другой объект. Соответственно, мы уже можем определять, что есть объект, а что не объект. То есть, что есть один объект, а что другой объект из себя представляет. То есть, либо же часть другого объекта, либо же часть, потому что вполне возможно машина, знаете, Давайте, если машину сверху рассматривать, точнее, допустим, вагон, да, поезд, поезд, весь поезд, да, у поезда там некоторые соединения есть, что есть беленький вот сам вагон, а есть определенные соединения между вагонами, да, если мы картинку сверху будем представлять, допустим, белый вагон, белый вагон, и между ними маленькая черненькая какая-то штучка. Соответственно, это может быть часть объекта, ага, соответственно, дальше вот у нас уже задача идет, мы уже можем наблюдать границы между объектами, то есть беленький к черненькому, синенький с красненьким, зелененький со светло-зелененьким, да, соответственно, в зависимости от точности, которую мы принимаем. И дальше мы уже должны рекомендовать определенные шейпы, определенные паттерны, определенные паттерны изображений, что, допустим, опять же, наш дорогой поезд, это у нас определенные такие прямоугольнички, да, rectangles, да, то есть раз, прямоугольничек, прямоугольничек, прямоугольничек и так далее. То есть, если сверху смотреть на определенные поезда, то можно обнаружить это. Определенные дома тоже это некоторые прямоугольнички, но они более квадратной формы иногда, иногда, иногда бывают и вот такие, вот такой вот. Плюс какое-нибудь растение, оно зелененькое, зелененькое, плюс имеет в виде точки, что-то точка или какой-то градиент такой своеобразный, потому что оно спускается вниз и так далее. Плюс есть определенные горы, тоже определенные структуры, то есть тоже определенные какие-то объекты. Тут уже нужно смотреть конкретно на задачу, то есть какая у нас задача, что мы конкретно будем детектить. Если мы будем детектить вот такие вот объекты, сверху, естественно, если мы будем смотреть, то дезодорант представляет из себя форму окружности, да, вот на окружности, плюс также у нас имеются определенные как бы кнопки нажатия, да. Аналогичным образом можно посмотреть на нашу дорогую ручку сверху, она тоже имеет некоторую кнопку нажатия, но тут в зависимости от того, от контекста уже изображения, где мы это смотрим. Это у нас стол, то есть нам необходимо сперва определить, допустим, контекст изображения полностью, а после чего определять конкретные предметы. Либо же конкретные предметы, а потом полностью контекста изображения, то есть описание изображения. Таким образом примерно работают наши дорогие, вот знаете, есть определенные нейронные сети, да, которые говорят, ты вписываешь какое-либо текстовое описание, а оно потом генерирует какое-либо изображение. Ну, в зависимости от датасета, который был, на котором была обучена, обучена, да, на котором была обучена данная нейронная сеть, она генерирует определенное, определенное изображение, в зависимости от ваших текстовых различных вещей. Окей, соответственно, это у нас различные применения имеются, они могут применяться как MarTech, FinTech, EduTech, AdTech, HRTech, SportTech, то есть различные такие направления, спортивные, HR-овские, то есть Human Resources Management, плюс также в финансах может применяться, в маркетинге, в Education, то есть в образовании, то есть в нашем дорогом, когда мы обучаем кого-либо, педагогика, педагогика, педагогика и так далее, плюс также оно может применяться в финансах, плюс, да, уже было сказано, плюс в рекламе и так далее, то есть Ad, AdWords, Advertisement и так далее. Окей, соответственно, у нас могут быть различные направления применений этой технологии, конкретно если мы будем рассматривать в маркетинге, то допустим, вид сверху на наш дорогой магазин, мы можем смотреть, кто где покупает, в каких точках чаще всего люди скапливаются, какую книгу они берут чаще всего, какая обложка чаще всего нравится и так далее, ну тут в зависимости от вида сверху, вид сбоку, вид с некоторой такой перспективой и так далее, то есть мы можем определить, какая книга нравится людям больше, на какие обложки люди обращают внимание больше, то есть это обложка в руках людей, они часто ли берут вот оттуда, то есть как они читают, какое выражение лица у них имеется, пока они читают какую-либо книгу, то есть это тоже некоторое такое маркетинговое исследование, какие эмоции они испытывают, то есть социологическое исследование направленное на маркетинг, то есть маркетинг, по сути, это как раз социологические исследования, направленные на какие-либо такие, на рост компании для привнесения ценности людям, для того, чтобы они радовались и так далее, чтобы они, так скажем, в какие-либо товары, какими-либо товарами обменивались и так далее, окей, привносилась ценность. Далее у нас могут быть вот такие вот применения и теперь необходимо обратить внимание на конкретно алгоритмы, какие будут использоваться, то есть тут в основном было чисто такое объяснение для, любой человек, в принципе, мог понять сейчас то, что я говорю, да и следующее, что я буду говорить, в принципе, любой, тут в зависимости от того, что вы будете, как вы будете расшифровывать то, что я говорю. Соответственно, у нас могут применяться алгоритмы кластеризации первоначально. Вот представим, что у нас изображение, у нас есть определенный датасет, если мы хотим разработать ML-систему, то нам необходим определенный датасет, то есть определенный набор данных. Далее мы берем и этот набор данных некоторым образом кластеризируем, то есть кластеризация, у нас процесс кластеризации, что определенные объекты белого цвета там или черного цвета, они определяются в группке, это в группке, это в группке, это в группке, то есть находим в соответствии с нашим изображением определенные подгруппы. Определенные цветовые характеристики, определенные объекты, которые, так скажем, в определенных кластерах находятся. Пример кластеров из жизни. Что вы учитесь, например, в школке, кто-то у вас играет в Genshin Impact, кто-то в Brawl Stars, кто-то в Fortnite. То есть три группы у нас людей, кто-то играет в то-то, кто-то в то-то, кто-то в то-то. То есть, по сути, люди могут заиграть в разные игрушки. И аналогичным образом, если мы на одно изображение поместим Genshin Impact, где-то в Brawl Stars, а где-то у нас будет в Fortnite, то вы можете определить, где какие персонажи, ага, ага, и сделать кластеризацию, что здесь у нас такие-то персонажи из этой игры, кто-то здесь из другой и так далее. То есть, такой кроссовер своеобразный, где мы определим, из какой игры какой персонаж. Но это в некотором образе, конечно же, тут нужно более глубоко смотреть, потому что система должна еще быть обучена, что какой, где персонаж. Но она сможет определить некоторые краевые такие значения, то есть, опять же, контрастность и так далее. То есть, она навряд ли сможет сказать, что что и что, это больше задача классификации. А конкретно она сможет выделить определенные объекты, которые, в принципе, относятся как кластеры. Если у нас разные стилистики, то есть у нас будет изображение, что представим изображение, да, вот надо такое, и плюс мы сделаем так, что у нас оно разделено на три части, как бы, и у нас есть некоторые цветовые характеристики, относящиеся к определенной игре, то есть в определенном стиле каждая часть изображения сделана, то компьютер, в принципе, сможет определить, где определенная цветовая характеристика, определенная палитра, цветовая палитра, а где другая палитра, то есть в чем это будет заключаться. Например, представьте, что рядом будут изображения комиксов каких-либо, а где-то аниме, то есть вы сможете отличить, в принципе, глазом, что где аниме, а где комиксы, в принципе, сможете, да, то есть аналогичным образом и компьютер, вероятнее всего, сможет определить, что где-то в одной стилистике, а где-то в другой. Соответственно, и он сможет определить, что это один кластер, это второй, это третий. Тут в зависимости от точности параметров, которые мы делаем, как fine-tuning и так далее, наши дорогие алгоритмы кластеризации. Соответственно, аналогичным образом, если мы будем смотреть на вид сверху и какие-либо объекты детектировать, то есть детекцию совершать, то мы можем использовать различные unsupervised learning алгоритмы, то есть для кластеризации. То есть это у нас K-Mins, K-Mins FastPlast, K-Mins Sharper, Bass K-Mins FastPlast, Dibiscan, Dibiscan, Cure, Kurt, Chameleon, Clara, Clorans, FastClara, FastClorans, FastPAM, FastPAM1, FastPAM2, EagerPAM, FasterPAM, DMVCG, DMVSC, DMVCVAE, HOMM, RCC, RCCDR, ACCDR, SGD, DRC, DEC, COR, плюс также Berge, Optics, Affinity Propagation, Minibatch K-Mins, Spectral Clustering, Spatial Temporal Clustering, Algorithm, ST Clustering, плюс также PhaseC-Mins для нечетких множеств и так далее. То есть различные виды алгоритмов мы можем использовать для того, чтобы наши сделать кластеризации. Здесь, вероятнее всего, будут использоваться Dibiscan, потому что он будет основываться на вот этих вот кружочках и так далее, то есть на определенной плотности, вероятнее всего. Можно, в принципе, использовать и K-Mins, но мне кажется, Dibiscan. И также, возможно, PhaseC-Mins тоже можно применять в зависимости от того, что один объект может принадлежать сразу к двум разным множествам, то есть нечеткие множества и так далее. Окей, соответственно, у нас имеются различные виды алгоритмов кластеризации, их применяем первоначально для того, чтобы нашу дейту объединить в общие вещи. Соответственно, изображение я могу вам, так скажем, подсказать, либо же могу вам, так скажем, рекомендацию дать, либо же просто некоторая интуитивная эвристика, интуитивная какая-то вещь, то есть некоторое мышление, майндсет передать, что можете рассматривать изображение как определенную таблицу, таблицу, где есть определенные столбцы, определенные columns и есть определенные rows, то есть наши дорогие строки. То есть можно рассматривать так, что здесь у нас определенная дейта более схожая, соответственно, это один кластер, здесь другая дейта, она более схожая, здесь другая и так далее. То есть у нас tabular data, то есть табулярные различные вещи, таблицы, соответственно, у нас имеются. Окей, соответственно, это у нас кластеризация, то есть мы объединили объекты по общим признакам. Далее мы уже делаем supervised task, то есть мы уже сами выделяем, ага, нам компьютер пометил, что это у нас, допустим, рыба, это у нас, допустим, рыбак какой-нибудь, да, это у нас плод какой-нибудь, здесь у нас порт и так далее. То есть мы можем сказать, что это уже какой-то водоем, рядом с водоемом, возможно, изображение сделано. Соответственно, мы здесь уже используем различные виды, то есть выделения, мы сами говорим, что и что. То есть нам необходимо, по сути, задача вот конкретно автоматической аннотации изображений заключается в следующем, что мы должны собрать датасет уже помеченных данных, размеченных, то есть размеченных даже, лучше сказать, размеченных данных, то есть label data, необходимо собрать определенные пролейбленные data, то есть определенные датасеты, которые пролейблены, то есть промаркированы, про различным образом классифицированные и так далее, то есть выделенные области, что и что, а потом она будет делать предикт, что и что. Допустим, мы выделяли прямоугольные объекты, это прямоугольник, квадратные, квадратик. Соответственно, аналогичным образом мы можем выделять и предписывать не только квадратик, треугольник и так далее, а мы можем говорить, что это у нас будет, допустим, ручка, это будет карандаш, это будет у нас какая-нибудь ленточка, это будет фотоаппарат и так далее. Это будет книга и все в этом роде. Надеюсь, понимаете, к чему я веду, то есть необходимо сперва пролейблить различные bounding box, составить бип-боксы, да, и далее, и далее мы уже, то есть будем загружать данные, и система будет делать предикт с определенной вероятностью, и confidence будет указывать конкретно, с какой вероятностью это будет относиться к тому или к тому, то есть здесь могут использоваться наши дорогие сигмаидальные функции, то есть наши дорогие логистические регрессии уравнения вида 1 деленное на 1 плюс e в степени минус x, плюс также могут использоваться Stütze Vector Machines, то есть Support Vector Machines, либо же методы опорных векторов, плюс они могут быть как Multiclass, так и же One Class, если Outliers, Outliers различные используются, плюс также могут быть они просто Support Vector Machines классические, да, плюс также они могут быть, то есть где у нас Hyperplane, мы делаем определенную максимизацию здесь, здесь также могут быть различные вещи, такие как K-Nearest Neighbors, тоже, плюс также можем использовать Decision Trees, то есть деревья решений, плюс также случайный лес, ансамбли различных деревьев решений, плюс также XGBoost, LightBoost, XGBoost, LightBoost, LightBoost, Classifiers, то есть вот эти вот классификаторы на основе различных Guardian Machines, да, Guardian Boosting Machines, соответственно, и тоже опять ансамбливые такие техники мы можем использовать, которые появились первоначально, исходя из деревьев решений, и потом мы эволюционировали, и определенным образом так вот получились, ну то есть деревья решений, потом случайный лес, дальше у нас LightGBoost, XGBoost и так далее. Окей, соответственно, у нас есть такие вот вещички, и плюс также у нас имеется наивный байос, то есть определенные вещи определяются, окей, соответственно, определенные задачи классификации мы выполняем, то есть в соответствии с определенными данными, в соответствии с определенными метками мы присваиваем определенному объекту, определенной зоне на карте определенные вещи, То есть, по сути, у нас имеется определенное множество объектов X, определенное множество изображений X, либо же определенных координат X и так далее, то есть определенных позиций по X и по Y, где X и Y это ширина и плюс также высота нашего изображения и различные внутренние характеристики этих изображений в виде наших дорогих RGB, RGBH, SELCH, CLH, SV, HSB, CMY, CMYK, моделей цвета. И плюс также у нас имеются лейблы, то есть определенное множество Y, которое будет как раз таки являться нашими дорогими лейблами, тегами, ключевыми словами, просто словами, плюс также выражениями и так далее, определенными идентификаторами, индексами и так далее. То есть то, что мы будем присваивать тому или иному изображению, либо же части изображения определенные метки. То есть вот такая вот у нас система имеется, это, кстати, Artificial Neural Networks, как раз таки здесь могут применяться RNN, DNN, CNN, GRU, NTM, ESN, ELM, также MLP, плюс также другие различные вещи, также частенько упоминаются, если мы составляем конкретно описание изображений, что есть на изображении и так далее, то здесь у нас могут быть различные такие language models и прочие трансформеры, такие как Transformer Excel, ExcelNet, Bert, Roberta, Albert, Dieselbert, также GPT, ChatGPT и прочие, GPT3, GPT4 и прочие различные transformers, то есть то, что будет у нас такое делать. Плюс также мы можем использовать различные bilingual, различные evaluation things, то есть BLUE, да, Accuracy, Accuracy Metrics, определенные метрики, которые мы можем использовать, по сути, также Хаусдорфовые расстояния и так далее. То есть, ну тут уже много, что мы можем использовать, и первоначально мы могли использовать при кластеризации различные метрики, такие как Евклидовое расстояние, такие как Евклидовое расстояние, квадрат Евклидовое расстояние, расстояние Махаланобиса, расстояние Минковского, расстояние Чебышова, расстояние Манхэттеновское, расстояние Кульбака Лейблера, косинусное расстояние и так далее, то есть различные виды метрик, которыми мы можем измерять расстояние от одной точки до другой, то есть есть две точки, мы можем измерить вот так вот Манхэттеновское расстояние, либо же вот так вот Евклидовое расстояние, либо же квадрат Евклидов Евклидовое расстояние, потом какие-либо нормы векторов, то есть двоечка, с троечка, с четверочкой и так далее. То есть тут у нас уже подключается расстояние Минковского, где у нас обобщается это все с L бесконечности и так далее. То есть различные такие вещи у нас могут использоваться. Собственно, друзья, за 30 минут мы смогли описать нашу разработку ML-системы. На самом деле, если прям подробно описывать ее, то необходимо еще собрать дейту первоначально, плюс необходимо еще ее отклинить, clean, сделать, cleaning наши дейты. После чего необходимо сделать outlier detection, outlier removal, outlier influence weakening, то есть определенную такую работу с outlierами и так далее. Вдруг у нас cold start какой-нибудь еще, плюс нужно различные вещи проработать. Дальше мы идем к разработке и конкретно feature engineering, то есть признаки определенные, то есть что у нас будет являться, каким объектом и так далее, что какая подпись будет и так далее, здесь, здесь и так далее. Плюс также нам необходимо сделать тестинг и, точнее, нам необходимо сперва сделать определенную, тут уже такой поток идет, то есть такое как бы kanban, agile, scrum вещички, да, когда у нас оп спринты идут. Тут нам необходимо разработать алгоритмы, дальше протестировать алгоритмы, потом запустить в deploy, плюс также, точнее, fine tune сделать, запустить, вот, выбрать алгоритм или создать определенный алгоритм, после чего его затестить, дальше от fine tune, потом опять затестить новый и так далее, и так далее, и так далее. Потом запустить в deploy, то есть определенный уже где-либо поставить это, то есть определенную развертку сделать, развертку приложения, дальше уже делать определенную документацию, плюс также maintenance, поддерживать это и так далее. То есть это уже там различные этапы, то есть, по сути, мы прошлись по этапам разработки ML-системы, то есть различные такие ML Ops engineering, мы уже, тут ML Ops инженеры к нам присоединяются, и на всем пути у нас тут и дата инженеры, и плюс дата сайентисты, и плюс также machine learning engineers и так далее. То есть инженеры машинного обучения здесь тоже подключаются. Ну, собственно, здесь большой уже цикл дальше уже как-то все идет, разрабатывается. Конкретно мы сегодня, вот, если хотите, да, сегодня мы обсуждали конкретно разработку ML-системы для реализации функции автоматической аннотации изображений, и если вы хотите ознакомиться более подробно конкретно с как разработать ML-систему, какие этапы у нас последовательно имеются, то можете обратиться к моему плейлисту конкретно, точнее, плейлисту на этом канале. Он посвящен конкретно разработке систем машинного обучения и также просто ML development, ML systems development, ML system design, плюс также разработка различных технологий на основе искусственного интеллекта и плюс также машинного обучения. То есть сам плейлист называется искусственный интеллект и машинное обучение. Там вы можете глянуть, более 58 видеороликов там уже имеются. В принципе, можете спокойно ознакомиться, углубить свои знания, либо же расширить в каких-либо областях и так далее, то есть либо же deeper, либо же wider, экстенсивно, либо же интенсивно и так далее. Окей, соответственно, благодарю вас за просмотр этого видеоролика. Пишите в комментариях, как вам, что зашло, что еще хотелось бы узнать более подробно. И до новых встреч, друзья. Всех обнимаю вот так вот. Пока-пока. Успехов, развивайтесь и все у вас получится. Пока.